приветствую вас дорогие друзья на канале роли game онлайн сегодня мы с вами посмотрим игру волхей вальхейлю кому как удобнее принципе вышла на 2 февраля всего года 21 это значит песочница с открытым миром action action весит игра в принципе очень мало около 1 гигабайта что в принципе в двадцать первом году это вообще мне кажется какая-то инди песочница весит больше в общем немножко не поиграем посмотрим че как конечно же я купил эту игру по цене интернета в стиме она сейчас продается в 360 рублей если я не ошибаюсь она еще находится в разработке обещает конечно много всего интересного в будущем не знаю о скажем так по легенде есть 10 миров помимо мидгарда мы в одном из них и должны проходить серии 10 миров для того чтобы попасть в лео луну принципе все понятно скандинавского мифологии здесь присутствует на это сделано пор есть возможность играть со всеми ребятушками по кооперативу есть сервера конечно официальная но так как у меня практически официальная версия то я не смогу показать мультиплеер но наверное думаю это будет интересно так значит как я понял русификация здесь но именно текста идет фанатская где-то это же зато читал но не скажу точно в этом не уверен так часто стандартная как бы выбор персонажа вот такой вот навык это как казак прям какой-то хвост прическу давайте вернем наверно назад потому что мне это не нравится заплетенная длинная без волос но без волос что он вообще какой-то страшнейший может борода исправит давайте он будет тогда так просто с бородой цвет кожи можно сделать черного слава богу что-то игра предкорректно и можно сделать черного можно сделать белого чтобы наш так светился почитал кстати отзыва не в интернете некоторые пишите по full это unity сделано на unity узнать как бы сколько людей столько мнений и по то что она не оптимизирована бывает просадки fps даже на мощных компьютерах но у меня компьютер не мощный поэтому в принципе даже просадки будет я этого не удивлюсь так имя будет ибрагим ну в общем не имеет значения какой этой раскладкой делаешь с костоком или нет все равно она будет поэтому так так вот симпатичность получился ибрагим начинаем выбор мира лох пидор это я уже пробовал играть вообще посмотреть что это такое пойдет она не пойдет будь и налогать или не будет ну конечно вы знаете что принципе в принципе при записи она может лагать но надеюсь все будет отлично значит давайте создадим новый мир видите имя пускай ты бутылок пидор 2 ну чтоб не путаться знаете готова и начать сейчас посмотрим с вами заставочку почитайте предысторию потому что читать не буду потому что это будет очень ужасненько сами сделайте выражу взрослые ребятки ну даже если не совсем взрослые все равно я думаю читать вы уже умеете рассказывайте как ваши дела что у вас нового болели ли или нет вы по видам или это китайская зараза обошла вас стороной или возможно нет кто как с этим справился вы знаете раньше к примеру себе в это не особо верил ну как бы в ковид то сейчас многие знакомые мои переболели возможно я переболел просто этого не знаю и мне кажется и теперь забыли бы умер во что играете какие у вас впечатления новых играх которые вышли ли которые будут выходить что ждете что не ждете вот я к примеру очень жду а даже не на чего очень жду в принципе никто ничего такого вот на эту игру на так ну напал в интернете думаю посмотрю так я в общем молчу а вы читайте вступление вот собственно как я понимаю нас валькирия несет как величайшего воина в этот десятый мир для того чтобы мы разобрались с этими негодяями которые обижают одина в общем она нас наверное явно спускает с вальхаллы для таких бичей наверно там нет места боже сейчас наверно просадка вообще сумасшедшая 4 так кажется такие моменты когда появляется полу пиксельные деревья вы промокли сырость две минуты я принес весть кто-то нам принес весть приедет когда стекает добро пожаловать в десятый мир воин так значит мегалиты это жертвенные камни павших которых вы должны убить чтобы пасть вальхаллу козла какого-то мы должны убить длинного жирного полу ящериц какую-то и скелета какого-то короче хорошо понятно все ясно все дальше раз встречи шалом так этот камень визир не понятно хорошо место призыва вашей первой жертвы отметить место вот здесь очки он находится как я понимаю и ктюр поставим на него метку красную метку и на 45 в общем всего все с ним понятно сейчас нас уже перестанет течь как с какой-то сучки у нас есть факелки я понимаю плачевая туника лучше чем ничего для нас вето кровки у нас теснищением а я уже подсмотрел просто ребятки немножко попробовал да в общем мы недавно покинули мидгард и надо теперь как бы раздупляться не стесняться самовыражаться чуть малинку соберем сразу нам подсказывает что мы можем уже сделать с этой малинки но в основном конечно можно и есть наверно что-то варить какую-то херень это будет все потом приветствую воин эта птица меня уже тупорылая бесит если честно вот я когда даже лаком кусочку нашли чем перекусить почти скорее окей хорошо поедим скорее но это будет потом как и в принципе во всех песочницах и выживал как типа там аля этого майнкрафта чего там тоже вот можно ветки поднимать сначала собираем мусор как обычно там ветки камни швей прутья из них делаем самые обычные инструменты обихода типа топоры дырки вся остальная дрочь потом ставим перстак сверстака верстачим скажем так уже себе что-нибудь покруче ну кстати это чей-то дом мир и конечно же генерируются в случайном порядке каждый раз новый дверь смотрите можно даже тут себе хижину до построить какая-то падла бегает подлатать ее и в принципе будет уже готовый дом немножко конечно полурубовать деревья бестолковые которые что-то начали расти внутри так давайте короче то место запомним примерно по карте не знаю правда не считал что здесь если другие биомы или здесь только леса ли еще что-то не за это не считал я так решил что я просто зашел посмотреть что она вообще себя представляет хотя бы примерно так вот побегал с этими воронами бестолковыми поговорил я думаю надо попробовать заснять для вас видосик чтобы тоже посмотреть что из игра может это пропустил расстояние чисто случайно попал в телеграме в каком-то игровом канале прочитал что типа эта игра достигла онлайна в миллион точнее миллион копий приобрели этой игры думал бы от них ли на себя думаю что ты такое интересное пропустил и такие миллионы не могут ошибаться хотя это не показатель ошибаться могут все независимости от количества вот и думаю зайку посмотрю посмотрю и заодно вам покажу пока собираем эти камни бестолковые потом попробуем что-нибудь закрафтить например каменный топор мы уже можем его сделать хирак новый предмет заточу малинку он олени олени будем мочить потом так ну понятно что выбор у нас идет через обычную инвентарь ну панель тысячи имею ввиду быстродействия от 1 до 0 значит нашим топором как я понял можно рубить не все вот бук можно срубить навык в общем сейчас порубим бук но так как у нас видится головешка то я так понимаю мы типа мы становимся умнее умнее практичней вот этот бук можно рубить а вот примеру березу нельзя это я понял папа давай давай драться вы знаете тоже система боя так а блок папа давай давай кореша собой взял в общем мне понравилось с ними драться путем факела вот ты факелом ударил и они немножко поджигаются сейчас что он не хочет гореть а потому что бьет опором я извиняюсь вот факелом нет факел подождите правую руку с но поджигаешь их они потом такие весело бегают и горят не знаю это что-то мне кажется хорошая тактика значит так факелом лупанул он поджегся и побежал загорелся и бежит себе смола с них какая-то в чубики это страшная это точно наши враги так сейчас нарубим еще нарубим еще всякого дичи здесь вот так что я не знаю по поводу если там другие биом или нет я понял что то здесь есть такое понятие прокачка в плане там прыгаешь типа раскачал прыжок вон бежишь раскачал бег и так далее вот это не такие вот бревна длинная здоровая с них нормально так можно древесина за зафармить но самое конечно классное то рубить такие большие деревья ты рубишь они падают потом еще их там можно короче разделывать сейчас примерно покажу как это происходит вообще считаю что все такие вот игры песочницы с большим открытым миром лучше всего конечно проходить в компании ну и проходить или вообще как бы знать бесу лучше конечно компания на веселее веселее что-то следовать кого-то там находить там боссов мочить чем одному но если давай давай сейчас подеремся с тобой по для тех а сразу подожгу не хочешь играться да все вот так вот так вот о чем я лично мое мнение что конечно лучше играть такие игры компании хотя есть гулять ничего дерева не прибила надо будет потом малинку счету скушать походу если там покатилась нанесло мне урон то она по ходу может и на голову еще рухнуть хотя есть такие люди которые которые любят играть в одиночку как по мне то лучше играть каким-нибудь движением но строится быстрее исследовать мир веселее напомню что эта игра находится в разработке и в принципе и еще официальный выход релиза не назначен стиме вышли буквально пару дней назад последняя версия этой игры у меня конечно не последний весь а потому что я не в стиме но вы понимаете о чем я я в этом я твоим любимым интернете взял игру еще и кабан сейчас мы короче еще кабана подожжем охватит бегать тут наверное вызывается лет этот босс есть горел кабан возвращается в ответ ответ очку не хотел дать не получилось кожаные обрывки понятно броню тут все можно крафтить кстати один из плюсов которые выделяют в описании сей игры наверное ли где как правильно сказать то что здесь интуитивно понятный крафт я думаю в двадцать первом году не знаю какая есть игра там где интуитивно непонятный крафт уже это настолько заезженная тема что наверно уже все интуитивно понимать что с палки из камня получится топор принципе никому этим америку не откроешь так я думаю немножко добрые ресурса давайте попробуем покрафтить что-нибудь построить интересно тогда можно дальше будет использовать думаю можно так значит нам нужен молот для того чтобы строить есть такое дело берем молот далее прочее ремесло строительство мебель нам сначала жены места каждый верстак наверно вот так есть такое дело теперь дальше строительство деревянный пол ему понять еще заново нужно будет выстраивать что ли все тут же же есть какой-то вот я к нему бы пристроился если вы понимаете о чем я вот так вот к примеру пока я что-то не вижу чтоб она трава это гребанное что-то все равно осталось бред какой-то ладно давайте теперь этот стенку закроем вот так вот вот короче считайте мы уже их хату почти построили так что здесь еще есть деревянная дверь у нас есть конек сломенной крыши для у них там какая-то прям было я вижу так ладно мебель что из мебели кровать примеру тут так как то кровать нет песни что но все все блять в этом праве меня это раздражает не хочу ничего так что там воду для уставших спите все ночные пролёт все кровати просыпайтесь в бодром состоянии полным запасом энергии еще одним улучшением вашего дома устать сундуки для хранения предметов прошли даме при себе запаснотное жение случае с вами случится неприятное то есть при смерти все вещи теряются я понял слишком далеко использовать использовать верстачок значит что мы сможем сделать что-то хорошо с таким создавать сложные предметы также быть больше зданий хотя еще одна особенность верстак нельзя использовать если над ним нету крыши не знаю как это влияет на свойства верстака наличие крыши сверху но 6 то есть и так кожаные обрывки 8 штук надо и одну древесину мы сможем сделать лук верстак нас первого уровня как я понимаю здесь есть разные уровни значит хорошо тунику можно улучшить где-то нужно второй уровень а как качнуть второй уровень я пока конечно не знаю разбираться мы конечно в этом не будем как говорится очень интересно ничего не понятно каменный топор вот у нас такая есть хрень мы и так его можем сделать мотыгу расчехление земли нам понятненько хорошо вообще наша а тут если мы заходим мы попадаем в укрытие бачите тут у нас наверное скорее всего что-то мы кота можем прятаться в этом укрытие так далее ну это все классно но можете раскачать у себя навык прыжка и смогу я не знаю блин это наверное было все таки мне кажется это соломенная крыша раз еще раз посмотрим строительство крыша 45 градусов боже как это все тяжело я вот за ду сами вообще не дружу ведь радость это вообще не мои вообще просто папа нет это просто здесь было короче наверно крыша мне кажется вот такая какая-нибудь в это уже более похоже только что-то она короче нет не такая внутренний угол кто же внутренний угол тоже не то хорошо если делать это обычная крыша какой-то в пиздячий сюда извините за мой французский кстати я там где-то читал такое конечно ни хрена не понял потому что она была очень интересно но ничего не понятно говорят теперь православным запретили ругаться в интернете боже боже ребята есть что-то слышали по этому поводу напишите каково это теперь не сама выражать свои мысли используя макершину но пока срубим еще немножко этого вы создали молот ой слушай все хватит несколько молотом на блять проблема с крышей как бить эту крышу мне сделать чечен и только что тут было сломано ч бук бук запиздячу блять бук запиздячил их походу выломал себе немного вот вы видели какой я сейчас походу смогу запрыгнуть на крышу и разобраться со всем этим безобразием красавчик так вот это мне нахер не надо я так думаю да давайте что-то из этого перестроим там бегать вокруг моей хаты так вот ребята что вы вообще по этому поводу с поводу скажете да как теперь не стесняться и самовыражаться как пример если ты и вообще распространяется ли это на видеоигры на комьюнити к примеру если ты играешь там в ту же самую дотку ли counter-strike как это тоже святое дело кого-то поставь подальше короче метан кто-то хату ломает пока тут с вами разговаривал вот этот падла еще гори 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 моя звезда я короче буду блять партия сломался ладно топором я вас научу блять родину любить пришли минут потом ее ломать мне для вас я ее себе чинил вот так вот как это теперь играть и не знаю не поставь кого-нибудь подальше не сказать что там ты имел какие-то интимные отношения с мамкой ну не своей конечно оппонента даже не понятно может даже и тиммейта в общем очень интересно ничего не понятно кстати видите прыжок раскачал уже как лань просто запрыгнул на крышу блять с разгону скажем так так топорик то ломается ребятки давайте его подчиним молодцы сдать нет я хочу починить я могу починить каменный топор улучшить так хорошо есть от троечку ремесло прочее костер можно сделать даже камень надо будет собрать строительство ремесло это что стойка для готовки ну давайте стойку для готовки сюда себе еще поставим так проще ремонт а шо ремонтировать а вы видите шо на этаж этаж к пашечка о все сейчас мы батюшки а я и не знал сейчас мы короче тут построим себе эту хату деревянная стена 5 это можно было не на матчу ты вставляешь и ты понял что я наделал блять сломал сломал все сейчас мы короче новую грушу что за это поставим и на этом все жалко шоу от нельзя мастерить себе новый молот вы точнее новый этот каменный топор создать снова сделаем да и все а этот выкинем на хрен вот так вот с крыши его так где тут я хоть убью мне кажется нет вот так вот а вот я не могу достать они она и так упала но и чудненько вот и вот и вот и добра вот так темно у нас как в жопе что там наш что там наш может подчинить немножечко что нам может предложить наш мистер топор может тут есть какой-то мебель о стоячий деревянных факел ну куда стоячий это уже хорошо вот здесь к примеру да 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 а вот это я понимаю и вот тут еще такой папа то красота так давайте дальше ремонтировать пол этот везде надо будет отремонтировать душу уж это не требует ремонта что это требует точно я так думаю ребятки ну ладно все значит свет у нас есть крыша 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 строительства кровать в кровать у меня уже есть строительство перекладина деревянной крыши как она ставится она не метка не надо мне такое не надо мне надо вот просто соломенная крыша на то верхи и это понимает и вверх этой крыши мне для того чтобы поставить вверх мне сначала надо поставить вот такую вот чтобы поставить я ее чуть-чуть как-то на вот так вот ну она ложится ведь она ложится как-то неправильно блин ты себе ставлю она ставится вот так они вот как вот по обрубанная какая-то хрень ладно бог с ним будет вот ч очень выполнена древесина нужно а хорошо не из этого топор вам холодно привет сидите за погода если ночью температура упадет вы или вы промокнете вам станет холодно у нас из восстановится медленнее с к случаями прикрыть его вот этого огня не учите папу что мне делать короче холод еще не минус 40 не умрешь так вот как-то по новостям тоже смотришь нам россии не севере там такие температуры ничего видишь выживает а тут смотрите летом блин вышел холодно ему какой же он сраку викинг воин слабак эти короче полу покера я вижу тут постоянно гасяца вокруг нас не дают нам расслабиться навык топоры улучшена то есть это топоры не виде не плане добычи дерева в плане вот что ты валишь топором жестко нет и это хорошо так чуть-чуть а чуть-чуть под собрали скажем так под собрали немножко этот да привет господа вернемся к нашей соломенной крыши вот так вот мне кажется ребята знаете почему та хрень то наверно просто поломанная пыша я вам так скажу вот так она целая и там мы потом соединим и у все соломи на крыши подожди подожди ладно подойти потом сломан вот оттуда по ходу надо запиздящий конек о все вот оно и совпало ребята вот она то что доктора прописал такая вот самая простенькая обычная вот крыша получилась только там и хрень потом выпилим здесь бы и надо поставить так а тут надо еще будет закрыть ее по ходу сейчас повернем вот так вот так и что то что то что тут деревянный брус деревянный пол деревянный брус бруса да можно как хочешь потом впихивать ну не будем впихивать не впихуем и правильно что тут подчинить подчинить что кстати что пока птички хотят узнать мне не надо хорошо не надо стойка для готовки то как приготовить 18 что 182 вот я бы хотел на двоечку мы поставим сырое мясо так сырое мясо для готовки невозможно использовать вместе его а шо можно нашел я году малину а не понимаешь огонь ладушки а где же нам его сделать этот огонь и прочее тостюм если она у меня для него нет с другой стороны не туда и нету ребят наверное буду заканчивать немножко с вами поговорили ну точнее я вам высказался вы можете тут эти комментариях немножко посмотрели игру ставьте лайки ставьте дизлайки подписывайтесь на канал оставляйте комментарии обязательно давайте немножко пообщаемся как и что вы как вам игра как настроение с вами был россии всем пока